Добрый день, дорогие друзья! Тема сегодняшней программы «Вечный студент» или «Синдром вечного студента». Поговорить об этом в студию мы пригласили индивидуального психолога и группового психолога Дмитрия Титкова. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Наталья. Еще несколько слов, наверное, скажу, о чем мы будем говорить. Стоит ли учиться всю жизнь? Кто-то скажет «да», кто-то скажет «нет», в этом нет никакого смысла. И хотя мы живем в мире, в котором объем информации увеличивается, наверное, в арифметической прогрессии, и надо постоянно успевать за этим потоком, осваивать его, научаться, чтобы применять его в жизни. Это одна сторона медали. Есть вторая сторона медали, где люди учатся, учатся, но никак не применяют это потом в жизни. Вот нам нужно и, в принципе, вот у этого термина «вечный студент» есть некая негативная коннотация, которую задал еще, насколько я помню, Антон Павлович Чехов, когда написал в «Вишневом саде», описал образ Пети Трофимова, вечного студента, возрастного, великовозрастного. И вот хочется как бы немножечко снять вот эту отрицательную коннотацию с термина, с этого синдрома. И, наверное, эта задача ваша. Мы сегодня будем решать. Я попробую взять на себя эту задачу и немножко раскрыть, что вообще под этим подразумевается. Надо понимать, что это не болезнь, это, опять же, если это называется таким словом, как синдром, это не болезнь, не заболевание, не психическое отклонение, это определенный паттерн поведения. Это определенный набор мыслей, чувств и поведения человека, который попал в некую такую ситуацию, когда он, с одной стороны, продолжает брать различные обучения, учебы и накапливать дипломы, например, в рамках одной специальности. Я бы хотел разделить как-то эти вещи. Мы разговариваем о двух вещах. Первое – это, к примеру, я получил профессию, у меня есть высшее образование. Ну, давайте прям конкретно на профессии психолога. Ну, на профессии психолога, да, мне тут легче, конечно, будет немножечко говорить, потому что мне этот путь более понятен. Да, там я, например, у меня есть диплом профессиональный, например, при подготовке. Потом я задумал, что мне нужно еще академическое высшее образование. Пошел, получил его. То есть это уже там у меня заняло, например, от… Ну, 6 лет минимум. Ну, где-то, да, 5, там, по-разному, там, 5-4 года. Вот. Потом, соответственно, я захотел получить знания в каком-нибудь определенном подходе или модальности, да, как это у нас называется. Их много достаточно. Ну, то есть выбрал направление какое-то. Да, да. Это, например, еще 3. Итого там мы уже прибираем, там, примерно 7 лет мы так к этой цифре подходим. Ну, и еще там я набрал себе различных курсов повышения квалификации, там, условно говоря, там, я не знаю, о какой-то травмотерапии, например, и так далее. Ну, который не тянет на отдельную модальность, но, тем не менее, расширяет как-то твои возможности и знания. Да, какой-нибудь новый инструментарий мне надо поучиться. Другой момент, да, что время идет, я на это вкладываю определенные деньги. Причем немалые, насколько я понимаю. В целом, да, то есть это речь идет о сотнях тысяч рублей, но при этом я не начинаю практику. То есть, либо моя практика, она останавливается на каком-то вот таком вот уровне случайных встреч. Там, ну, раз... Не системная она. Ну, раз в месяц, да. Я как-то вот... И как-то у меня практика вкладывается таким образом, я не начинаю активно практиковать и продолжаю брать обучение. При том, заметьте, что право на практику вы получаете уже после первой же профессиональной переподготовки. Да. Право, право. Ну, само по себе, да. Если мы говорим здесь о законодательстве, это немножко условная вещь, да. Но в рамках какого-то такого признания, да, конечно. То есть, я в этом моменте уже могу обложиться различными сертификатами и дипломами. И, там, моя квалификация, если посмотреть на мои, там, бумаги, да, она будет намного выше, чем у людей, которые, там, ведут практику активно, да, но и не владеют какими-то такими сертификатами, либо какими-то другими дипломами. То есть, здесь мы говорим, что что-то происходит, или, точнее, говорят, чего-то не происходит. Да, скорее, чего-то не происходит, да. И я вот здесь как-то хочу немножко отойти, да. И второй момент, когда я перебираю различные профессии и специальности. То есть, я здесь бы хотел разграничить. То есть, это первое. Первое. Это я продолжаю обучение и бесконечно, без начала какой-то практической деятельности в рамках одной профессии и специальности. Это одна штука. Как правило, она связана с, ну, то, что можно говорить, самозанятостью, да. То есть, я часто вот здесь сам на себя работаю и там лично оказываю какие-то там услуги, да, или какие-то другие вещи. И второй момент, когда я бесконечно перебираю количество специальностей или профессий. Я вот здесь, там, поучился на психолога, потом я там поучился на маркетолога, потом я поучился на SMM-щика, потом я там вообще захотел, там, сейчас в IT не идет только ленивый, да, я там каким-нибудь захотел стать там тестировщиком или там, я не знаю, там разработчиком на одном из языков программирования, да. Я вот тоже. Я как-то их перебираю, перебираю, перебираю и в целом мне как будто нравится это делать. И вообще нужно как бы отметить, что в учебе ничего плохого нет. Учеба вообще это весело, весело, интересно, любознательно, познавательно. Ну вот такая хорошо развитая познавательная функция. Конечно, любознательность вообще присущая, чуть ли там не на уровне какого-то там нашего биологического существования. Вот, прикольно. Но я тоже не нахожу себя как-то в этом. Вот оно все как-то вот интересно и как-то в целом я как будто себе говорю, ну учиться интересно. Как будто учиться интереснее, чем потом применять это на практике. Да. Но вот это как будто не очень мое. Ну вот, ну не сильно. Ну вроде как, да, мне вот нравятся какие-то вещи, а вроде как и нет. Это, наверное, не то, чем я бы хотел заниматься всю жизнь. И нам нужно очень четко вот разграничивать вот эти вещи. Вот если, про первый мы сейчас вариант вернемся, вот если заканчивать в этом варианте. Вот если у нас как раз человек, который осваивает несколько специальностей, все время фактически начинает с нуля. В общем-то, да, имея уже высшее образование, например, по совершенно другой специальности, идет в ВУЗ или там в какое-то техническое учебное заведение получает. Ну, кстати, вот в этом есть такая определенно положительная штука. Люди, когда выходят на пенсию и понимают, что их специализация больше, в общем-то, им может не пригодиться в том виде, они идут на переобучение. У меня есть опыт, когда женщины переобучались на пошив эксклюзивной одежды, работы с руками с кожей, когда мужчины уходили именно вот еще тоже учиться на психологии. То есть вот в этом случае это как бы очень хороший даже вариант. Да, но здесь мы ведем речь, наверное, немножко о другом. О другом, да. Да, один момент, что мне не нравится моя профессия, я осознанно подхожу к выбору другой какой-то профессии, нахожу себя в этом и как-то реализуюсь в ней. Это одна вещь сама по себе. Другой момент, что я, например, получаю какое-то образование, которое хорошо, в принципе, коррелирует с уже имеющимся у меня образованием. Например, там, я не знаю, условно, такой пример, юридические и экономические факультеты, да, я там могу себя найти там... На стыке какой-то. На стыке, да, на каком-то там, условно говоря, в налоговом праве, да, это очень, в принципе, хорошо. Другой момент, что я просто осознанно подхожу к выбору новой профессии, меняю профессию, нахожу в реализации, да, но мы скорее говорим о другом, да, когда я перебираю их. То есть у меня есть не два, а три, а пять, шесть. Вот если человек-то именно вот так перебирает, о чем это? Я постараюсь на этот вопрос ответить, да, это та ситуация, когда с человеком нужно как-то индивидуально беседовать и раскрывать его какой-то биографический, исторический путь. В целом, это называется поиском себя. То есть человек ищет себя в какой-то своей профессии, и с одной стороны, как вы правильно сказали, это хорошо. Ну, то есть ничего нет плохого в поиске себя, это, в принципе, вполне трендово искать себя, перебирать, не ограничивать себя, каким-то одним таким выбором. Другой момент, что это может затянуться. То есть это как-то затягивается. А вот есть, я не очень, наверное, разделяю вот эту вот идею, типа всего всегда можно достичь, да, и там, грубо говоря, передо мной нет границ. Я считаю, что нет, у человека есть. Границы, да. Понятные, я бы сказал. Ограничивающие какие-то обстоятельства всегда существуют. Какие-то ограничения. Человек неизбежно с ними сталкивается. И вот здесь как бы надо понимать, что это бесконечно продолжаться не может. А если, допустим, у человека материальное состояние позволяет учиться ему, ну, столько, сколько он будет жить, и его все устраивают именно в процессе учебы, и он не собирается, ну, как бы применять это на деле, и его задача вот именно попробовать обучиться в разных направлениях. Это я к тому, что вот эту отрицательную коннотацию все пытаюсь снять? Да, но надо как бы понимать, что здесь есть. Мы неизбежно столкнемся в этом контексте с каким-то детским опытом, не очень позитивным, можно сказать, с какими-то ограничивающими убеждениями или установками, какими-то такими вещами. То есть полностью снять вот этот вот отрицательный такой образ этой штуки. Как будто вы здесь говорите о том, что если я чему-то научилась, то это нормально захотеть это применить. Логично. Вот если я чему-то научилась, то я научилась писать, вот меня научили, я хочу попробовать, как это сделать. Я научили, я поступила в литературный институт, меня научили, как писать сценарий, либо в ГИК. Я хочу это применить на практике, а если не хочу, то это как бы получается смысл, да, в чем тогда был? Да, и тут вопрос надо начать. В первом случае, который мы рассматриваем, если я в рамках одной специальности никак не могу реализоваться, хотя я уже понабрал различных документов о различном образовании, да, то есть тут просто надо начать. Во втором случае, это, ну, вообще поиск себя, в этом плане подходит ли мне это. Не знаю насчет материальной составляющей, я бы не ставил сразу материальную составляющую как главный факт трудоудовлетворенности жизни, может быть, и не так. Может быть, человек занимается тем, что, например, приносит ему хорошие деньги, но он вообще хочет от этого отойти. Я такое часто встречал, то есть та деятельность, которую там занимается человек, приносит ему деньги, но он занимается ею только потому, что она приносит деньги, и он бы с удовольствием перешел на что-то другое, да, что его бы удовлетворяло, ну, то, что мы называем там душевно-морально. Ну, я скорее имела в виду тот аспект, что каждую учебу требует денег, и если у человека, говорит, что есть какое-то материальное подспорье, то он может тебе позволить учиться в любом направлении, столько, сколько ему влезет. Ну, теоретически, да. Вот, хорошо. Еще как вы относитесь к тому, что есть точка зрения, что сначала, если ты хочешь, прежде чем начать учиться, можно попробовать, ну, поделать что-то в этом направлении. Вообще это крутая вещь. На низком уровне, но попробовать. Это крутая вещь, и современное образование, современные тренды в образовании позволяют это делать, да. Это различные пробные открытые уроки какие-то, которые позволяют действительно попробовать некую такую, да, профессию. Пощупать как бы вот ее, да, вот прямо руками. Стажировок классная. Сама по себе, типа, пойти вот так вот постажироваться в плане того, что просто посмотреть на работу различных сфер, да, вообще круто. С другой стороны, это бывает реально сложно. Ну, то есть, там попасть как-то вот, смотреть там на работу. Мне почему-то сразу приходят какие-то образы, связанные с медициной, да, ну вот. Ну, медицина немножко особая. Знаете, зато есть в истории медицины примеры, когда знаменитые врачи в будущем начинали свою практику с санитаров. Да, это очень много, да. Более того, есть люди, которые получали... Еще не будучи студентами, вот не могли просто вот их тянуло туда, нужно попробовать. Есть, я тоже знаю случаи, когда люди, попробовав, даже сходив один раз вот в анатомичку, увидев кровь, сказали, мечтав все это, я буду врачом. Нет, это не мое. Это такая тоже профориентация, только на вот... Да, пожалуйста, на анатомический театр. То есть, получается, что если все-таки, все-таки, если человек много лет учится в разных направлениях, разным специальностям, совершенно, может быть, не связанным никак друг с другом, и это происходит много лет, и не иметь никакого выхлопа, то все-таки, если его это состояние тревожит, то все-таки нужно пойти разобраться разочек, да, хотя бы с психологом понять, что с тобой происходит. Не обязательно с психологом, позадавать себе... С коучем, и себе, да. Позадавать себе вопросы для начала, я это все зачем делаю вообще, что я этим нахожу, что я в этом нахожу. Ну да, можете сам ответить, сам себе на эти вопросы. Да, немножко про это подумать. Хорошо, тогда возвращаемся к первому варианту, когда человек копит дипломы, находясь в одном и том же направлении, вот возвращаемся к психологии, да, условно говоря, есть уже диплом такой, дипломодальность такая, гештальт есть уже, арт-терапия есть, я не знаю, там психоанализ уже есть, но это, конечно, прям по максимуму, а на деле ничего. Вот что здесь? И опять же, на этот вопрос очень сложно ответить, значит, что здесь есть. Ну, варианты. Да. Я попробую как-то это вот так подраскрыть. Гипотезы, гипотезы, да. Подраскрыть немножко какие-то гипотезы, с которыми я, возможно, встречаюсь. Я рассматриваю это в контексте того, что человек, когда занимается вот чем-то таким накоплением каких-то вот знаний без применения их как-то на практике, если он не там, ну, не академический ученый, да, там, в этом плане, да, потому что путь... Ну, не фундаментальная наука, скажем. Да, потому что путь фундаментальной науки, он линейный, он, в принципе, понятен, там действительно, там аспирантура, кандидатская, докторская, да, там, и так далее. Мы идем вот в сферу какой-то практической непосредственно деятельности. И я рассматриваю это как нежелание человека с чем-то столкнуться. То есть это некое такое избегающее поведение, избегающее не буквально, а вот именно на психологическом уровне. И мы здесь можем очень, конечно, много разбирать, что здесь может быть. Это может быть, ну, какие-то страхи. Их может быть здесь прям очень большое количество. Это может быть страх ошибки. Это страх столкнуться, например, с какой-то оценкой, да, страх какой-то оценки, чаще всего негативный. Негативный бояться обычно. Да, естественно, когда кто-то скажет, что я плохой специалист. Это страх вот такого вот отвержения некоторого или отсутствия признания, когда ко мне вот не идут клиенты, потому что, ну, как, ну, вот он я, у меня тут куча дипломов, а клиентов у меня нет. Да, это вот эта вот боязнь столкнуться к тому, что вот ко мне никто не пойдет. Это очень тесно связано с какими-то всегда ограничивающими убеждениями в моей голове, какими-то ограничивающими мыслями. Да, потому что ко мне никто не пойдет и так далее. Это связано в том числе с моим восприятием себя как специалиста, где вот я идентифицируюсь, то, что называется, со специалистом. Могу ли я себя назвать специалистом? А когда я могу себя назвать специалистом? При каких обстоятельствах? Здесь мы идем, мы идем речь, да, о, ну, то, что просто называют завышенных требованиях к себе. Ну, как будто здесь слышится сравнение себя с какими-то гуру этого метода, да, сразу. Не обязательно само по себе. Оно, да, там, действительно, я там могу не дотягивать до каких-то там метров психологии. С другой стороны, это две разные вещи. Одно дело, что я вот не дотягиваю, а другое дело, что я сам себе предъявляю завышенные требования вообще, несмотря на кого-то. То есть, там, мне там нужно, опять же, там, высшее образование, мне еще тут нужны курсы, а вот если ко мне придет там какой-то там условный клиент, где я не справлюсь с его проблемой, да. Это, опять же, про страх, да, про страх не состояться как специалист и про, ну, довольно-таки, да, высшее требование. Как будто вот в этой концепции, о которой вы говорите, слышно, что человек идет не учиться, а зачем-то другим приходит на учебу. Как будто бы для того, чтобы найти повод, ну, что называется, отмазаться от практики. Вот я сейчас вот это вот еще образование получу, вот тогда я точно начну работать. И ко мне клиенты валом повалят, если мы остаемся в поле психологии. В моем каком-то контексте, что я сказал, что этот человек не желает чем-то сталкиваться, да, то есть он не желает сталкиваться. То есть фактически он платит за что? Учебы, как мы с вами уже знаем, не дешевые. Да, я как бы, нельзя вот так, наверное, прямо так сказать, что человек как бы платит за избегание, да, за невстречу со своим страхом. Это, на мой взгляд, достаточно поверхностное. Но компенсаторно, да, может быть, он что-то компенсирует, конечно, в этом плане. Ну и в том числе боится выйти на первый план, да? То есть это же стать ведущим в процессе. Да. Это как сцена своего рода. Да, и мы здесь в том числе можем вести речь про ответственность. Про какую-то вот... Ну, в этом контексте, да, это встреча вообще там своей собственной жизнью, которая полна трудностей. Это какая-то еще одна часть, да? Я избегаю сталкиваться с трудностями. Потому что в какой-то момент я начинаю обнаруживать в своей профессии, мне кажется, это в любой профессии есть, что в какой-то момент я сталкиваюсь с трудностями в этой профессии. Я понимаю ограничение какой-то моей профессии. Я там понимаю, что мне нужно в своей профессии действительно разбираться. не на уровне просто того, что я прошел какие-то курсы, а разбираться в том числе с привлечением своего собственного опыта, нарабатывать какой-то такой свой собственный опыт, свое видение, да? И это трудно само по себе. Обучаться легче. Мне что-то дают в этом плане. Я привык это брать. Да. Это мне легко. Это отработанная функция. Это весело, с одной стороны. Это, в принципе, по большому счету. Тем более с применением в образовании геймификации, игровых техник, вот этой вот, всей штуки, да? Делать учебу легко само по себе. Это весело само по себе. Это интересно, любопытно. Но вот здесь я в дальнейшем, я как будто не очень беру на себя ответственность за то, что я начну вести какую-то свою практику. Не обязательно психологическую, да? Просто психологически, да, действительно, там не нужно далеко оперировать. Я представляю этот путь. Да, но то же самое, там, я не знаю, может быть, это путь юриста, он тоже будет вот каким-то вот таким, да? А что влияет на вот формирование вот такого типа поведения? И это вот тоже очень индивидуальная вещь, которую нужно... Ну, возможно, варианты сейчас тогда. Да, которые нужно прям разбирать. Но, возможно, варианты, скорее всего, будут структурно выглядеть следующим образом. Первое — это детский опыт. Ранний детский опыт. Опыт достижения успеха в какой-то либо деятельности, освоения чего-то. Ну, да, мы же представляем, что у ребенка, особенно у маленького, ну, все новое. Все освоение. Все, все новое. Все, все новое. Не знаю, учиться формулировать свои мысли, да, на бумаге, там, учить таблицу умножения и так далее. Да, это все новое. И это вот опыт детский, да, когда я осваиваю это. И, наверное, еще, да, умеете положительное подкрепление. Да, естественно. И то, что мне об этом говорят другие. Естественно. Это первый фактор — детский опыт. Второй фактор. Ну, это мы сначала какой-то... Мы в этом... В целом мы рассмотрим какой-то семейный контекст, разумеется. Второй момент — это то, что мне говорят вообще по этому поводу родители. И какими там убеждениями они там меня наделяют. Говорил ли мне там папа или мама, что к делу нужно приступать вот ответственно, со всей ответственностью. И там права на ошибку нет. А делать все нужно хорошо и сразу. Либо очень хорошо, либо никак. Да, то есть либо ты делаешь сразу хорошо, либо не делай. Что невозможно. Конечно. И это все трансформируется у меня вот в набор неких таких мыслей и чувств, когда у меня появляются определенные страхи. Ну, там, страх ошибки. Страх чего-то там еще. И какие-то ограничивающие убеждения. Как вариант страх проявления, если родители не поддержали какой-то обучающий процесс, и в действии ребенка не поддержали. Он обучился, проявил себя, но не получил негативную оценку. Вот это тоже. Ну, к примеру. Там страх проявления себя как специалиста, где я могу заявить, что я там оказываю такой инспектор услуг. И это какие-то ограничивающие убеждения мои собственные, которые могут быть с приставкой не, там, например, что-то вроде не высовывайся в контекст страх проявления, да, не высовывайся. Или, например, у меня могут быть какие-то такие родительские девизы, что-то типа делай все хорошо, старайся. И поэтому я как будто выжимаю себя. Вот накапливая, накапливая, накапливая это здание. К примеру, да, как это может быть. Ну и, соответственно, мой собственный, уже, наверное, не детский, а взрослый какой-то опыт, да, того, как я что-то осваивал. А с учетом того, что детские опыты были, скорее всего, предыдущий опыт не был столь успешен, иначе бы человек в эту ситуацию просто бы не попал. Да, я считаю, что это очень важная вещь. Это то, как родители все равно задают некоторую интенсию. Интенсию к формированию какого-то определенного поведения. И в этом отношении, вот насколько родители создавали ребенку возможность для достижения успеха, причем для такого более-менее безопасного достижения успеха. Это вот мы, когда ведем речь про положительное какое-то подкрепление, про позитивный опыт, мы говорим об этом, что у меня есть возможность обучаться новому, применить это на практике и получить какой-то положительный отклик. Мне бы еще здесь хотелось затронуть, наверное, подростковый период, в тот самый бунтарский период, когда человек учится преодолевать как раз себя, преодолевать трудности, идти в противовес, в противоречие и не бояться этого. Вот в этой части, в этом возрасте очень часто будущий вот этот вот вечный студент как раз и получает тоже свои какие-то негативные якоря от родителей, когда не справляются родители с этим бунтом и ломают сопротивление, покорность, требуют и так далее. Да, может быть. Из-за этого как бы тоже очень трудно увидеть человека, который сможет смело проявить себя и сказать «я могу, я не боюсь попробовать». Да, с другой стороны, это опять же, если мы вернемся на какой-то другой полис, это, например, иллюзия инфантилизма, условно говоря, когда за меня все делали родители. Да, это другая крайность. Да, другая крайность. Предупреждали как будто все. Да, и опыта начать самостоятельно у меня просто нет. И если это продолжается, то, в принципе, вполне нормально, что я там, ну, условно, да, вполне нормально, что я там буду просто бесконечно учиться, потому что у меня нет опыта собственного какого-то начинания. У меня, собственно говоря, и нет опыта, когда я сталкиваюсь с ошибками. У меня просто нет, у меня как бы все ответственность, за меня берет другой человек. Ну так, вторая, это второй край полюса, да? Да. А вот если, допустим, нас слушает человек, который сейчас слушая нас, понимает, да это про меня, это я, оказывается, вечный студент, а он уже взрослый, да, он понял это себе, осознал уже хорошо, что дальше? Ну, немножко про это подумать, да, почему, с чем я, я бы себе задал этот вопрос, с чем я боюсь столкнуться. Есть ли у меня какие-то страхи, мне страшно что-то делать с окружающим? Может быть, мне страшно что-то от окружающих получить, какой-то такой отклик, какой-то такой негативный, да, там, чего я боюсь в этом плане? Есть ли у меня какие-то вот такие вот вещи, которые меня ограничивают? Ну и допустим? Это первое, ну и второе, тут, конечно, нам нужен опыт, безусловно. Безусловно, то есть нам нужно начать что-то делать. Чуть-чуть, возможно, чуть-чуть для начала, но нам нужен вот этот опыт позитивный. Позитивный опыт, вот начать что-то делать в, если мы ведем речь в какой-то такой одной специальности, одной профессии, где у меня очень много знаний, да, полученных, и подтверждем там это какими-то документами, то начать, ну чуть-чуть начать. Если мы возьмем, там, не знаю, профессию маркетолога, там, или social media manager, да, первое, что я могу сделать, я могу предъявить себя как social, собственно говоря, media manager. Первый термин что означает для не сведущих в этой области? Это СММ, если я СММщик, я веду соцсети, да, там, первое, что я могу сделать, я могу предъявить себя как менеджер соцсетей. Второе, я могу, если вдруг я накапливаю какие-то свои грамоты и сертификаты об обучении, потому что я боюсь, что меня на работу не возьмут, пойди попробовать подать резюме. Поработать с друзьями на эту тему, которые точно дадут позитивное подкрепление. Попросить помощи, да, там, может быть, что-то провести, там, какую-то там бесплатную даже рекламную кампанию, оформить там кому-то страничку, что-то делать в этом плане, начать получать вот какой-то такой позитивный опыт. То есть получается начать и получать за это позитивный опыт, говорю, опыт, чуть ли не самое главное для начала пути. Да, нам нужен опыт в этом плане. Опыт и позитивное подкрепление этого опыта. Да, какой-то, да. Может быть, оно будет там действительно не так... Не столько финансовое, сколько вот такое психологическое подкрепление. Да, особенно там это что касается, ну, условно, там, таких профессий, где требуется нарабатывание портфолио, да. Сначала там я работаю на портфолио, потом портфолио работает на меня. Ну да, продавцы так работают. Какая-то, да, клиентская база. Клиентская база. Клиентская база и так далее. То есть нам... То есть очень упрощенно вся эта схема выглядит таким образом. Да, я учусь, учусь и не делаю. Не работаю. Не практикую. То есть здесь, если вот прям очень упростить, мне нужно начать практиковать. То есть, в принципе, там по большому счету, если вот так отбросить там какой-то такой весь психологический контекст, там, в принципе, это путь очень понятен. А вот смотрите, если здесь опять-таки отбросить психологический контекст и разбираться в себе, а просто включить волевую сферу, вот это вот все самое, силу воли сказать, так, все, я больше никого не жду, я пошел. Может сработать. Ну, может и не сработать. Может и не сработать. Вообще, я был бы очень осторожен в оценке того, что точно сработает и точно не сработает. Но нет волевое решение, там, просто я, грубо говоря, закрыл глаза, да, и там раскидал. Я, грубо говоря, там, закрыл глаза и там написал много контента и опубликовал его. Почему бы нет, честно говоря. Ну да, это вот как раз то усилие воли, да, когда вот резко человек сам себя в инициацию бросает, да, и становится немножко сильнее, взрослее, рискуя, при этом понимая, что он рискует. Да, это... Осознанный риск такой, да, собственно? Да, это немножко даже, немножко похоже на умение плавать. Это как я буду учиться плавать, но на суше. Я вот все учебники по плаванию прочитаю. Я вот на суше все отработаю. Да, все отработаю. Там все махи, там, ногами. Вот. Я там прекрасный теоретик в этом каком-то плане. Там, я не знаю, схемы могу нарисовать, условно говоря, если они есть, там, какие-то вот такие вот. вещи, там, перечислить всех именитых пловцов, там, знать их биографию, как бы, и так далее. Но вот я плавать-то не начал. Но я как бы про это знаю. Давайте продолжим, да, эту метафору. Вот, допустим, вот с вашими энциклопедическими знаниями по плаванию вы попадаете в бассейн, заходите в него и понимаете, что вы вообще не плывете. Вот в этот момент вот этот вот страх, и тренер там, который там может еще кричать, ты что вообще, ты сейчас утонешь, я там за тебя в тюрьму седу, условно говоря, да? Вот что важно вот в этот момент для самого человека, чтобы он еще раз пришел в бассейн и еще раз попробовал? Ну, на мой взгляд, здесь речь идет об обстановке, об некой среде, да? Да, там, просто прыгнуть, наверное, в океан, не умеющим плавать, наверное, не стоит. Вот если я выберу, скажем так, какую-то там малые шаги, да, какие-то там вот аккуратные, там, я, скажем так, что я там не ставлю себе каких-то нереальных целей, потому что у меня, например, там за неделю там сейчас будет там 20 клиентов, да, вполне возможно, что не будет. В этом, на мой взгляд, есть что-то такое. Я немножко о другом говорю. Я говорю о том, что человек пришел или нашел клиентов. Он этот шаг сделал. Он пришел в бассейн, он прыгнул в воду, но так, как он себе представлял, он не поплыл. Тренер на бортике вдогонку сказал, ты что тут как, я не знаю, как топор, да? Ты плавать умеешь или не умеешь? Ты меня тут сейчас под статью подведешь с твоим умением. Куда ты лезешь на глубокую воду с твоим умением? Да, то есть мы получили, ну, как бы, негативный опыт, в общем-то, и негативное подкрепление. Вот в этот момент, что нужно удержать в себе человеку, чтобы он еще раз пришел вот в этот бассейн? Альтернативная какая-то точка зрения? А внутри себя, если опору поискать? Я... Можно. Первый опыт, это как бы... Сложновато. 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 Нам на первом этапе, если я сталкиваюсь с какими-то страхами внутри себя, мне, ну, вот, поддержке бы не помешало в этом вопросе. Это, кстати, может быть, это может быть друзья, это может быть, собственно говоря, сам психолог, да, который вот выполняет на этом этапе поддерживающую какую-то роль. Да, нам все равно нужен какой-то альтернативный взгляд. Другой момент, что у меня есть, если у меня был какой-то вот опыт совершения ошибок, и я там себе как-то говорю так, ну, спокойно, так, сейчас мы начали, там, сейчас я разберусь, это там, я действительно что-то не доделал, либо это с человеком, с которым я столкнулся, там, что-то не так. Это другой момент. Но у меня должен быть какой-то такой опыт за плечами. И два момента. Значит, получается, если мы метафору бассейна используем, то приходи на это, на это первое посещение не один, как вариант, с каким-то точно надежным человеком, да? Нет? Нет, ну, не так немножечко, на мой взгляд, происходит. Я вообще предлагаю вот сейчас от бассейна отойти. Хорошо. Потому что там, это какой-то такой перемен, такого контраста, когда я очень много знаю, но без практики. Да. Да, это вот какой-то вот один пример. Часто, если вдруг я еще оказываю какие-то вот вещи или услуги лично, да, я на это обучался, у меня, собственно говоря, в этом, я там не иду куда-то там коллегам, да, потому что если я вдруг все-таки начал какую-то практику и пошел и устроился в какую-то там, условно говоря, компанию или какую-то организацию, у меня здесь есть люди, даже при каком-то моей неудаче, коллеги, вероятнее всего, мне как-то помогут. Ну, какая-то косвенная поддержка все равно. Какая-то все равно есть. Обычно там в этом плане, я не знаю, можно взять юристов, можно там взять психологов, можно там взять каких-нибудь, не знаю, бухгалтерскую какую-то сферу, ошибки там, не знаю, там, при геологоразведке, ну, там, у врачей, не знаю. Да, обычно, как бы коллеги говорят, мы через это тоже проходили, это нормально, там, если нет какой-то прям там такой какой-то там прям фатальной ошибки, да, если это какой-то такой естественный процесс, да, обычно коллеги подойдут и говорят, все нормально, это нормально, это все как бы случается. Другой момент. Другой момент. С поддержкой было бы как-то интереснее. И что здесь? Другой момент. Другой момент, что это может не коррелировать. Может. Очень сильно не коррелировать. Разные уровни. Да, не коррелировать, и я начну говорить, ну, вот это вот там, типа это, фу, это было вообще… Голубой с жидким сравниваете, да? Да, это вы вообще-то, это там не то, что у меня там что-то сломалось, там, не знаю, там… Да, взял, поменял детали и дальше поехал. Да, машинка стиральная, да, там, сам все что-то сделал и так далее. Я там начну говорить, это как я тут людям, там, мне за это деньги вообще платят. То есть, получается, если вы делаете что-то подобное, ошибаетесь, что-то не получается, то можно найти опыт, ну, из прежнего жизненного опыта подобную ситуацию в этой же плоскости. Да. А если вы совершенно в новом деле, и, как бы, первый опыт вот этот тем самым блинкомом пошел, то… Нормально. Искать поддержку. Да, искать поддержку, ошибаться нормально. Это нормально. Да. Самый главный опыт, знаете, на самом деле, очень трудно, если тебе это родители не дали, очень трудно заставить себя перенастроиться и даже не заставить, а вообще позволить себе перенастроиться и понять, что ошибаться – это нормально. Что не ошибается тот, кто ничего не делает, кстати говоря. Да. Есть же такая чудесная афоризм. Да. И, вот, опять же, мы возвращаемся, как бы мы с вами не это, вот, как-то не разговаривали прямо про это подробно-подробно, да, мы все равно возвращаемся к какому-то семейному контексту, безусловно. Ну, а куда без этого? Да. И как я там себя чувствовал? Мы недавно делали программу про семейный сценарий, когда в семейном сценарии, в семейной системе тот, ну, Петя Иванов, допустим, не первый вечный студент. У него папа был такой же, у дедушки, у папы деда, его папа был такой же. Вот. И в этом, да, как будто лояльность семейному сценарию проявляется, как это тоже нужно осознать весь как-то, да? Ну, если у меня есть вот такие вот в семейном протексте примеры, то да. Угу. Другой момент, да, который мы не затрагиваем, то есть, ну, как не затрагиваем, он есть в целом. Мы здесь не ведем речь о понятии, ну, вот какого-то необязательно неуспешного человека. то есть, здесь есть очень, я считаю, какие-то, ну, разности, какие-то все равно особенности какого-то контекста человека. А, с одной стороны, если я трачу деньги на обучение, они у меня должны откуда-то взяться. Значит, у меня есть какой-то определенный доход. Либо там у меня есть супруг супруга, который там как-то в этом вопросе мне помогает. И если говорим вот о синдроме какого-то, условно говоря, вечного студента, надо понимать, что мы не вот, возвращаясь к какой-то отрицательной коннотации, то есть, в этом плане я как бы не топлю никого. Да? То есть, это люди, у которых есть какая-то вот действительно социальная реализация. То есть, моя учеба не мешает никому, ни семейному бюджету, ни каким-то другим моим социальным обязательствам? Ну, там вопрос, как бы, может, мешает там семейный бюджет, не мешает, это не очень понятно. Но они договариваются. Да, но об этом есть договоренность. Как бы, это не у кого-то там украл, да, и пошел, тут же все в обучение вложил. Нет. Это деньги, чаще всего, которые там в семейном контексте, там, кто-то зарабатывает, зарабатываю я, зарабатываю сам местный и так далее. То есть, в целом, с точки зрения какой-то такой социальной составляющей, это успешные, как бы, в целом нормальные люди. А какие, получается, разрешающие установки себе должен человек дать, чтобы вот от этих блокирующих уйти? Вот заменить блокирующие на вот то, что мы говорили, у тебя не получится, ошибаться нельзя, если делаешь все хорошо, делаешь, то делаешь идеально. Развивающие, разрешающие установки какие-то? Да, ну то есть, любую отрицательную установку можно перевернуть. В этом плане, там, я не знаю, ошибаться нельзя, ошибаться можно. Все ошибаются. Ошибки – это нормально. Ошибки – это естественный путь, там, развития. Да, какого-то то же самое. Я могу себе позволить делать что-то не идеально. Я могу предъявить себя как специалиста. Мне уже достаточно знаний для, там, работы с чем-то. Например. Грубо говоря, например, в психологии я с патопсихологическими клиентами работать не могу, но с каким-то вот уровнем я точно могу работать и точно могу справиться. В другой момент это не всегда работает. И вот тут прям хочется сказать про то, что у меня есть объективные ограничения. Это тоже как бы в положительную, в положительной установке идет. Это нормально. У меня есть некие ограничения. Как, например, пока я не клинический психолог, я не могу работать, не имея права брать просто-напросто каких-то клиентов с отклонениями в психике, да. То есть это тоже, у меня есть ограничения, и это тоже нормально. То есть чтобы вот эту планку для себя не задирать как-то вот сверх. Да. То есть у меня как будто в этом плане море моей профессии, оно как-то немножечко сужается. И я вот здесь как бы у меня появляется некоторое вот, опять же, да… Устойчивость такая, по-люминию. Устойчивость и возможность начать. Я как будто более внятнее, более так понятнее вижу это. Для того, чтобы найти опору и найти вот… пойти вот в это вот… переход количества, да, учебы в качество перевести, вот по моим личным ощущениям, что должен быть какой-то все-таки ресурс. То есть если у меня не было до этого опоры, то я должна немножко их поднакопить, окружение какое-то подсобрать, чтобы у меня вот этих вот… вот это все для меня в слово «ресурс» превратилось, а потом начать. потому что, ну, если я голая совершенно, не понимаю, что со мной и почему меня так плющит вот от того, что нужно переходить в практику, я, наверное, туда не пойду. Я знаю, но многие так и начинали. Ну, это, скорее всего, личное какое-то, да? Просто шли в практику, да, и все. Там под этим могут быть разные совершенно причины, но некоторые люди так и шли. Можно, но… опять же, если я на протяжении семи лет учусь какой-то профессии, ну, у меня должно быть достаточно в этом плане ресурсов, знакомств, доступа в какой-то информации, профессиональному сообществу. Ну, вот это уже должно быть. Получается, я их просто не вижу, эти ресурсы, потому что вот этот страх сильнее. Ну, если я их прям вообще не накопил, то это немножечко странно. Просто тогда там вообще зачем я учился. И вот еще тоже пример тоже из жизни, из кейса. Человек учился, 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 вот в одном направлении. И когда пришло время реализовывать, там страх просто очень сильно обострился, вот очень сильно обострился. И в этот момент появилось другое направление, в которое, ну, вот просто спонтанное было решение на уровне интуиции. Человек пошел, и через два месяца, ну, какой там, через месяц обучения началась практика. Там 3-4 года было обучение, как минимум тут месяц и практика, без всяких страхов. Может быть, как бы, может быть, еще такой вариант, вот мне пришел в голову, что человек много лет учился, вот не тому, на самом деле, куда его тянет. Ну, опять же, и контекст. Контекст важен. То есть некоторые сферы действительно связаны, это вполне объективно, это не субъективные вещи. Некоторые сферы более рискованные. В некоторых сферах требуется более фундаментальная подготовка. С некоторыми менее. С кем-то там я больше сталкиваюсь с людьми, и это может возникать, у меня могут возникать какие-то сложности взаимодействия. В каких-то сферах, если я там пишу код и сталкиваюсь с кодом. Это другое. То есть, опять же, тоже да. А что значит «сталкиваюсь с кодом»? С кодом я имею в виду, если я там разработчик и пишу код. Я в этом плане, как бы, у меня, возможно, здесь есть меньше стресса, меньше страхов, чем я бы выбирал там профессию, которая связана с людьми. Это я говорю к тому, но у нас есть все равно контекст выбора какой-то профессии. Какие-то профессии реально более рискованные, связанные с риском. Возвращаясь к началу интервью, где вы говорили о том, что существует еще категория людей, которые перебирают именно разные специальности, разные направления. И все-таки, если вот они много лет ищут, 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 то не могут себя найти ваши рекомендации. Тут нужно понимать, что у них тоже есть какой-то определенный заработок. Они опять ищут какую-то иную специальность, иную профессию. И, грубо говоря, они ищут себя. Вот в этот момент неплохо бы как-то осознать, что еще, какие есть у этого критерии. Что мне там действительно больше подходит, а что меньше подходит. И надо понимать, что в каком-то смысле мои возможности конечны. Ну, конечны в плане ограничены. И там, скажем так, перебрать 30 специальностей мне с течением времени будет просто сложно. И я бы тогда спрашивал себя, что я пытаюсь найти. может быть, я стремлюсь к идеалу для меня, к какой-то идеальной профессии, который... Которая как раз объективное ограничение в отношении которой существует. Например. Либо там, я стремлюсь, вот у меня есть какой-то образ, он может быть иррационален, может быть не вполне конкретен, образ какой-то идеальной профессии. И, грубо говоря, я вот обучусь на ней, у меня будет все. Я перебираю и нахожу этого. И у меня в этот момент, на мой взгляд, я нахожусь в такой, в иллюзии. В иллюзии вот какой-то вот такой вот профессии. Угу. И для меня вот здесь, наверное, это будет достаточно жестко и весело. Да, но это момент какого-то такого смирения перед тем, что, возможно, я как-то не найду... И не нашел себя. Да, и не нашел себя в этом. Но, может быть, у меня есть что-то, что меня в целом ну, устраивает. Что это не мой какой-то вот такой идеалный достижение, который, а что тем я занимаюсь, в принципе, ну... Неплохо. Неплохо. Угу. Ну, спирение тоже важная, между прочим, такая вот составная часть жизни. Да. Хотя я, в принципе, я как бы за... Да, я как бы за, что там, пробовать, да, что-то, если не нравится, пробовать что-то еще. Я, в принципе, за это. Просто с течением времени оно может быть, становиться более затруднительно само по себе. Одно дело, что я там в 25 начинаю новую профессию, в 30, да, в другой момент, если там... За 50. Мне уже за 50. Мне будет сложновато. Угу. Понятно. Хорошо. Итак, сегодня мы с вами выяснили, что синдром вечного студента может появиться, в общем-то, от непонимания себя, от непонимания своих желаний, своего пути, от неподдержки окружающих, от вот этих вот негативных установок и убеждений, которые нам достались в наследство от родителей, от семейных сценариев каких-то, от страха ошибиться, сделать неправильный выбор. И поэтому человек не идет вперед, а продолжает, ну, в общем-то, там топтаться на месте. И единственный выход — начинать что-то делать, хоть что-то делать, да, вот закрыв ли глаза, набравшись ли поддержки от окружающих, переработав свои убеждения. Но в любом случае смелость и вера в себя, да, как будто здесь вот об этом речь идет. Как бы это клишировано не звучало, но брать ответственность. Ну, знаете, какое-то такое клише, которое, по сути, не клише, оно настолько за огромное количество сфер нашей жизни отвечает, умение брать ответственность, и оно относится, ну, настолько к разным нашим проявлениям жизни, что об этом можно говорить, вот как азбуку повторять, Пока у человека это не усвоится, что это притча во языцах, но от этого зависит все. И остаешься вечным студентом или не остаешься, идешь дальше, тоже от этого зависит. И я всегда говорю, что это до смешного, но любую передачу можно закончить этим. Занимайтесь принятием на себя своей ответственности за жизнь. Нравится оставаться вечным студентом, не надо себя за это ругать. После того, как прошел процесс осознания, принял я что-то в себе такое, что мне это нравится, я ничего другого не хочу, ради Бога. Но если не устраивает, то есть вот эта точка несмирения, то значит, что-то надо делать и принимать ответственность за то, что ты продолжишь идти дальше. Хорошо. Спасибо вам большое, Дмитрий. Приходите к нам еще раз. А со зрителями нашей программы я прощаюсь. Пробуйте, ошибайтесь, верьте в себя и берегите себя. Будьте к себе бережными. Это тоже про ответственность. Всего вам хорошего. До свидания. В студии работала Наталья Ежова.